В настоящее время, когда жизнь становится разнообразнее, сложнее и требует от человека не шаблонных привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению различных проблем, очень важно не упустить благоприятный период для развития способностей детей к творчеству. Какие бы новые веяния не проникали в школу, как бы не менялись программы и учебники, одной из приоритетных развивающих общеобразовательных и воспитательных задач всегда было и остается развитие креативного мышления учащихся. Творческий человек может успешно адаптироваться в социуме, противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные выходы из сложных ситуаций. Он способен к самореализации своих возможностей. На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования. Умение видеть проблемы, спокойно принимать их и самостоятельно решать. Хочется видеть людей с высоким уровнем креативности. Но что же такое креативность? Креативность – это способность порождать необычные идеи, отклонения от традиционных схем мышления, умение быстро решать проблемные ситуации. В настоящее время современные образовательные программы несут в себе большой объем учебной информации, которые учащиеся российских школ должны прочно усвоить. Учителя знают, как тяжело бывает детям запомнить тот или иной теоретический материал урока. А если принять во внимание то, что ребенок должен усвоить материал не по одному предмету, а по нескольким, то это кажется просто невыполнимым. Поэтому перед учителем стоит важная задача – увлечь ребят своим предметом, научить их пользоваться полученными навыками, сделать так, чтобы ученики по собственной инициативе, а не по принуждению, добывали новые знания, потому что это не только полезно, но и интересно. Ведь в наше время нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Каждому педагогу, работающему в современной начальной школе, необходимо задуматься о том, как построить уроки и занятия по внеурочной деятельности, чтобы в результате у детей постоянно происходило развитие творческого мышления и творческой деятельности, причем такой системой методов и приемов, которая бы соответствовала младшему школьному возрасту. Главная цель моей работы с детьми – научить учащихся мыслить. Дети всегда должны находиться в поиске, каждый раз открывая для себя что-то новое. В творческой обстановке всегда рождаются новые идеи, замыслы, возникает атмосфера сотрудничества, которая, в свою очередь, рождает вкус к творчеству. Одним из методов развития креативного мышления у младших школьников является метод ассоциации, поскольку непроизвольная память у младших школьников развита намного лучше произвольной. Ассоциация как раз и является непроизвольной психической активностью. Суть метода в том, что между двумя словами или объектами устанавливается связь. Как же создавать ассоциации? Если связи между объектами нет, то ее необходимо придумать. Связь может быть любой – сказочной, фантастической, абсурдной, смешной. Чем более необычна связь, тем лучше запоминаются эти объекты. Благодаря тому, что ассоциации у каждого человека могут быть сугубо индивидуальными, дети не боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, проявляют значительную активность на уроке, соответственно, повышается интерес к учебному процессу и усиливается мотивация в обучении. Ассоциативный метод может применяться на разных этапах урока – при постановке проблемы, на этапе осмысления нового материала, при закреплении. Использоваться он может при изучении любой темы всех предметов программы. Дети школьного возраста часто делают ошибки при написании словарных слов, Трудная орфограмма связывается с ярким ассоциативным образом, который вспоминается при написании данного словарного слова, помогая правильно написать орфограмму. На уроках русского языка, литературного чтения можно использовать тематические ассоциативные цепочки. Например, дети выстраивают цепочку ассоциаций на тему зима. Каждый ученик предлагает свое ассоциативное слово к заданной теме «мороз», «снег», «лыжи», «Новый год», «праздники», «каникулы» и так далее. Можно дать задание использовать цепочки, только существительные или только прилагательные, или глаголы. На уроках литературного чтения нам встречается немало слов, непонятных современному школьнику. Это устаревшие слова, такие как «инда», «ланиты», «сочельник», «молодица», «ламлива», «палати» и другие. Одно из занятий по внеурочной деятельности мы с ребятами посвятили знакомству с устаревшими словами. Посмотрев сценку «Барыня» и «Крестьянка», дети попробовали дать объяснение непонятным словам. Затем, подбирая к ним ассоциации, постарались их запомнить и применить в предложенных диалогах. «Барыня» и «Крестьянка», «Сколько можно тебя?» «Сколько меня не пиздяло, лутаешь, а не лутаю, лая». «Что за дело, лутаешь?» «Хоромка, добираюсь». «Меня пусть позвать, помоги, наливися». «Слушай, стадо». «Надо ламиды подрубить, устал открась, подай, наливица». При применении ассоциативного метода развивается эмоционально-образное мышление, повышается интерес к обучению, учащиеся находятся в постоянном поиске, творческий процесс приносит радостные эмоции и удовольствие от работы. Следует отметить, что метод ассоциации входит также в технологию критического мышления. И не зря. Когда учащийся подбирает нужные по смыслу слова, образы, характеристики, он постоянно находится перед выбором. В этом случае можно говорить о формировании у детей нестандартного мышления. Использование ассоциативного метода позволяет добиваться не только обучающей цели, но и развивающей. Результатами работы данного метода являются творческая активность детей, раскрепощение личности каждого ребенка, создание ситуации успеха, обогащение словарного запаса, развитие логического мышления, улучшение памяти учащихся, приобретение опыта работы в группах, в парах самостоятельно, усиление мотивации в обучении. Важно отметить также, что метод свободных ассоциаций позволяет диагностировать творческий потенциал личности, выявлять образность мышления и кругозор, оригинальность фантазии, быстроту реакции, умение перевоплотиться, способность убеждать. Ассоциации непосредственным образом связаны со сферой эмоций человека. Они обладают свойством волновать, бередить душу, вызывать наплывы чувств. Особенно сильно этот процесс проявляется, если ассоциации несут в себе какой-то личностный смысл, связанный с чем-то значимым для человека. Ни один учитель не может точно сказать, как и каким именно должен появиться на свет тот или иной образ в работе ученика. Активное творческое воображение, ассоциативное мышление не может быть прямым следствием усвоения и повторения чего-то. Это самостоятельное создание новых, оригинальных образов. Таким образом, значение эмоций и чувств в учебной деятельности огромно. Если учащийся на уроке равнодушен, то и проблем в его учебе будет много. И он будет учиться хорошо, если на уроке он испытывает приятные чувства и эмоции. Ему интересно, не страшно, и он увлечен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова